Мокрые стены и гнилое напольное перекрытие. Жильцы одной из квартир на Коблевской, 32, страдают из-за повышенной влажности. Живущий здесь Саркис Михайлович рассказывает, решить эту проблему он не может уже несколько лет. В ЖКСе Порта Франковский помогать одесситам и найти причину влажности на Коблевской не спешат. На все свои заявления одессит получает лишь пустые отписки. Ему ничего не осталось, как обратиться за помощью в Центр защиты одесситов. Саркис Михайлович рассказывает, чтобы избавиться от начавшейся появляться плесени, ему даже пришлось отбить штукатурку. А вот Вячеслав уверен, влажность идёт из подвального помещения. Спускаемся в подвал. Повсюду гнилые доски. Здесь же обнаруживаются дыры в перекрытии между подвалом и квартирой одессита. Это мой пол здесь, моя кухня, что я вам показывал, где душевая. Какие ямы тут в полу? Вон, прям да насквозь. Вот здесь тоже яма насквозь. Это входит ко мне в кухню. Это где двери мои? Вот тут двери. Она вон ходит, насквозь ямы там. Чтобы помочь в решении этой проблемы, правозащитник Алексей Сауленко вместе с жителями Коблевской отправился в ЖКС порта Франковский. Коблевская, 32. Там из подвала идёт сырость. Думали, что протекают коммуникации, но обследовали подвал. Нормально всё с коммуникациями. Но нет, есть несколько моментов проблемных. Потолок в подвале прямо дыры. То есть, соответственно, это в полу. Прогнило. Хотелось бы, чтобы вы обследовали и эти дыры, конечно, заделали. Хорошо, вот Львов Гилгенко здесь. Можно? Пока даже на камеру. Дыры в полу из-за систематического залития коммуникаций внутриквартирных 9 и 27. То есть, систематический тёк водопровод. То есть, вы сами видите, может, средств не было. Какие коммуникации там? Там комната. Нет, нет. В комнате какие-то? Нет, нет. У него проваливается... Мы не обследуем, это не проблема. В этом самом... Мы выйдем, обследуем, без проблем. Акс составим, фитографию сделаем. Центр защиты одесситов проследит, чтобы Любовь Шилкова выполнила распоряжение своего руководства. И после комиссионного осмотра ремонт перекрытия был проведён качественно и в кратчайшие сроки. Жуковского 5. Историческая часть нашего города. И снова с жалобами на отвратительную работу ЖКС Спартофранковский к нам обратились страдающие от коммунального беспредела одесситы. На этот раз директор коммунсервиса Виктор Страшный не может выделить незначительную часть денег и заменить несколько метров канализационной трубы. Ржавый и давно изживший себя канализационный стояк уже давно не справляется со своей функцией. Нечистоты просачиваются под фундамент дома. Несколько месяцев жильцы оббивали пороги ЖКСа, требуя устранить неисправность. Но слышать их Виктор Страшный категорически отказывался. Куда бы мы ни обращались, с ВИГа никаких нет. В ЖКС однозначно ответили. Пока все, вот там что в заявлении указаны фамилии, где стоят суммы неуплаченных долгов как бы по ЖЭКу, мы делать ничего не будем. Но остальные-то люди платят, платят. А там женщина одна принципиально встала, что вот за то, что вы там начисляете нам за всякие уборки, а ничего не делаете, я отказываюсь платить вообще. Для того, чтобы заставить Виктора Страшного услышать их крик о помощи, одесситы обратились в департамент городского хозяйства. Однако из нашей практики уже давно известно, что директор ЖКСа практически никогда не выполняет распоряжение своего высшего руководства в срок. Дело в том, что у вас есть ответ департамента городского хозяйства о том, что в январе уже должны сделать. А сейчас уже почти февраль начинается. Поэтому мы имеем право требовать объяснений, почему не сделали. Давайте сейчас к Виктору Страшному подъедем и там разберемся. Вместе с жителями дома руководитель Центра защиты одесситов Алексей Асауленко отправился в ЖКС Портофранковский, чтобы выяснить у его директора, когда тот собирается заменить несколько метров канализационной трубы. В ЖКС Портофранковский, там протекает канализационный стояк, обращались и к вам, и в департамент городского хозяйства. И есть ответ с департамента, что в январе должны быть проведены работы. Хотелось бы, чтобы вы подтвердили их проведение, чтобы все-таки они произошли. А что так вас настораживает? Сомневаетесь или что? В смысле? Ну вы сомневаетесь, что мы в этом работаем? Месяц кончается, это уже идет в третий месяц этой эпопеи. Свободны? Конечно. Уже делаем. Ждите хорошего результата. Спустя несколько дней после нашего разговора выяснилось, то, что для Виктора Страшного хороший результат и что под этим словом подразумевают жители дома, как говорят у нас в Одессе, две большие разницы. В последние дни месяца никого не оповестив и даже не перекрыв воду, работники вместо замены трухлявой трубы провели ее ремонт. Вот это так называемый сделали нам ремонт. Труба так и не высыхает. То есть какое-то осачивание видно, очевидно, наблюдается еще. И что это такое? Мы же полагали, что здесь будет замена трубы. А это что? Это же, так сказать, для галочки только сделано. На месяц, может, я не знаю даже, на сколько это рассчитано. Неужели это считается, что вот это сделано? Мы платим как бы все эти коммунальные своими действиями. Виктор Страшный просто издевается над жильцами, потому что это назвать, значит, ремонтом нет. Это невозможно. Это чисто для того, чтобы сказать, что мы что-то сделали там. Если в ближайшее время Виктор Страшный не заменит аварийную трубу, следующий визит наша команда нанесет уже председателю Приморской Реадминистрации Марату Королеву.